Хаишки от Анюшки. И в России объявлен карантин. На тренировки ходить нельзя, в школу ходить нельзя, сидите дома в четырех стенах. Но соревнования также отменены, но спортсмен должен быть готов к следующим соревнованиям, когда уже можно будет выступать после этого карантина. Поэтому я предлагаю вам физические нагрузки на свое тело в домашних условиях. А перед началом этого ролика не забывай подписываться на мой канал, нажимай на эту красную кнопочку подписаться. Также у меня есть инстаграм, ссылочка на него в описании, пишите комментарии. В предыдущем видео мы с вами разминались с утяжелителями, и в основном вся нагрузка шла на стопу и колени. Также мы с вами качали пресс. Но если ты не видел это видео, переходи по ссылочке в описании. И да, там была работа с предметом, это у нас были булавы. Но сегодня мы с вами разминаемся. И в основном работаем на ровные шпагаты, на выворотность и на растяжку. Ну а мы начинаем приятные тренировки. В начале тренировки мы должны быть разогретыми и подготовленными, поэтому прыгаем 100 затяжек. 50 затяжек на каждую ножку, не забывайте тянуть стопу. Также бег на каждую ногу, 50 раз вперед коленки и 50 раз назад. Подогнув ноги до попы 50. И груди тоже 50. В прошлом видео мы с вами разминали стопу с булавами, так что можете переходить по ссылочке в описании, если вы его не видели. Я там показывала разные задания на пружинке для разминки стопы. Ну а сегодня я делаю самые элементарные, потому что акцент у нас идет на другое. Прыгаем в затяжку, отводим ноги в сторону 50 раз. Обязательно разомнем плечики. Берем руки в замок. Делаем наклоны 20 раз. И удержание 30 секунд. Делаем на правую и на левую ручку. Делаем прыжки из упора присев 50 раз. И лягушки тоже 50 раз. В прошлом видео мы с вами хорошо поработали на стопу и колени, поэтому сегодня я вам предлагаю быструю разминку стоп и коленей. Если вы не видели предыдущее видео, обязательно смотрите, переходите по ссылочке в описании. Ну а мы с вами разминаем быстрый стоп. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимайте на красную кнопочку подписаться. Также у меня есть инстаграм, ссылочка на него в описании. Пишите комментарии. Ссылочку на первую тренировку я оставлю в описании. Переходим к заданиям на выворотность. Кладем ногу на ногу и делаем 30 пружинок. Должно быть больно бедру. И делаем опускание спины. Причем спина должна быть очень ровная. 30 наклонов, 30 секунд удержания. У меня одна нога болит, поэтому делаю только на одну. Но вы обязательно делайте и налево. Еще одно задание на выворотность. Кладем ногу 90 градусов. Садимся ровными косточками и пружиним. 30 раз пружиним и 30 секунд убираем руки вперед и сидим на ноге. Также не забываем делать все на другую ногу. Делаем то же самое. Не забудем сделать удержание. Обязательно разминаем бедра. Делаем правой ногой в одну сторону. И обязательно в обратную. То же самое мы делаем с левой ногой. 20 раз в одну сторону и 20 раз в обратную сторону. И обязательно двумя. В одну и в другую сторону. Переходим к ровным шпагатам. У меня одна нога болит, поэтому делаю только на одну. Но вы обязательно делайте и на другую ножку. Для начала делаем 30 секунд удержания руку в сторону. Затем подъем и опускание колена 30 раз. И опять удержание. Садимся на ровный шпагат. Косточки должны смотреть вперед. И когда вы садитесь на сам шпагат, они не должны разъезжаться. Как можно себя проверить, пятка должна смотреть в потолок и живот должен смотреть прямо. Переходим на шпагаты с опорой. Садимся также ровно. Косточки смотрят вперед, пятка в потолок. Сидим. Также я предлагаю вам варианты заданий на шпагаты. Это может быть руки на опору, руки скрестно, руки назад. Можно руки за голову. Если честно, вариантов очень много. Для тех, у кого не получается сесть на ровные шпагаты с опорой, лучше садиться с пола. Также беремся за опору. Косточки наши не должны разъезжаться. Пяточка смотрит обязательно в потолок. Никуда не торопитесь. Садитесь ровно. Не всегда будет сразу получаться. Для этого надо каждый день тренироваться на ровные шпагаты. Также можно потянуться на заднее бедро. У меня тут коленка согнутая, но она должна быть прямая. Руки убираем вперед. Ну и последнее задание на ровную растяжку. Руки назад за опору. Сидим ровными косточками. Друзья, ну а наша тренировка подошла к концу. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Нажимай на красную кнопочку подписаться. Также у меня есть инстаграм, ссылочка на него в описании. Пишите комментарии. Но если вы не видели предыдущую тренировку, также ссылочку оставляю в описании. Ну а с вами была Аня. Увидимся в новых роликах. Ба-ба!